Всем привет, я Дмитрий Рогачёв. Это такое немножечко импровизированное видео, которое я снимаю именно в тот же день, когда это видео выходит. Это что-то типа небольшого влога с заметками, которые у меня сейчас получились, потому что, когда пользуешься московским транспортом, контент идёт сам по себе, только рассказывая о нём. Я сейчас подхожу к станции «Хорошо» у московского центрального кольца, иду от издательства «Эксмог», где взял себе новых книжечек почитать. Если вы хотите, я потом вам расскажу, что это за книжки. И вообще, кстати, я буду сейчас ехать в поезде по МЦК до Лихобора и покажу вам, что у меня тут за книжки. Но самый интересный контент получился, пока я ехал от метро Петровско-Разумовска до Полежаевска и Хорошовска, где, собственно, и находится издательство. Дело в том, что на Серпуховской-Темирязевской линии начали объявлять о первом диаметре. И, кстати, о втором тоже. Так что теперь к давным-давно известным и давным-давно обсуждаемым улицам 1905 года и «This is CISCO» добавились одно, которое было чуть-чуть раньше. Станция «Сейска». «This is CISCO». И одно сейчас, которое звучит на станции «Савеловская-Сверпуховская-Темирязевской линии». Станция «Савеловская-Сверпуховская». Переход на Солнцевскую и Большую-Кольцевую линии. Выход к Савеловскому вокзалу, первому диаметру и Аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. «This is Савеловская. Change here for lines 8A, 11, D1 and Aero-Express trains to Шереметьево-Airport». На самом деле, я ожидаю, что будет в интернете очень много шуток на тему того, что это пересадка на диван. Хотя не знаю, насколько комфортно там будет сидеть. Может, действительно, как на диване. И я думаю, Русмур, который отправил мне недавно 200 рублей, понимает, что шутка про просовывание Аэроэкспресса – это не единственное, о чем можно пошутить сейчас, обсуждая московский транспорт. И я думаю, что таких шуток будет еще очень много. А архитекторы и проектировщики в Москве очень часто шутили раньше. Например, вот сейчас надо мной находится станция МЦК. Вот прямо здесь, на этом мосту, поезда не очень видно, потому что с этого ракурса это неудобно. Но, по мнению проектировщиков, вот я иду со стороны улицы Зорг, я должен вот здесь пойти по надземному пешеходному переходу, пройти весь переход, спуститься в том конце, зайти в соседнюю дверь и потом подняться на МЦК. Но, конечно же, я и огромное количество других людей не глупые, и все выбирают вот этот самый обычный наземный пешеходный переход. Пока я жду свой поезд на МЦК, я вам вот что скажу. Если вы где-то видите меня на съемках или не на съемках, а просто где-то в жизни в Москве или в другом городе увидели, не бойтесь подходить, я не кусаюсь и не бойтесь что-то говорить. Если вдруг вы что-то не то сказали или вдруг, наоборот, не сказали что-то еще, не беспокойтесь, я точно так же стесняюсь, как и вы, потому что, ну, мне непривычно пока, когда ко мне подходит, когда кто-то говорит, что он мой подписчик. Ну, ничего страшного, все бывает, так что, Зель Вальдемар, не беспокойся, спасибо большое за поддержку канала. А Михаилу я сейчас скажу вот что. Для тебя появилось вот в этом углу ссылка на то видео, где я проходил платформу Беговая. Если коротко, на Беговой уже 4 пути, просто 3 и 4 проходят в другом месте, не подходят непосредственно к тому месту, где пассажирская платформа Беговая и переход на станцию метро Беговая. Но место для 4 пути, для 3 и 4 пути там есть. Вопрос, как оно будет реализовано, и насколько я понимаю, даже то, о чем я рассказывал, уже немножечко изменилось. Ну, а как оно будет окончательно, пока, по-моему, еще никто не знает. Там вариантов очень много. А вот и моя ласточка, сейчас отправляюсь на Лихоборы и покажу вам, что же сейчас происходит с пересадкой со станцией МЦК Лихоборы на платформу НАТИ Ленинградского направления пригородных поездов. Пока будет рендериться это видео, которое вы смотрите, я уже начну читать книгу «Медная королева» в Сташино Чикараборте. А дальше у меня будет новая книга, точнее новое издание Вернера Винджа. А также вы еще видите в пакете, что у меня фанов, Эриксон, Стивенсон. И теперь вы просто знаете, чем этот блогер занимается в то время, когда не получается снимать видео, или в те моменты, когда компьютер очень сильно занят и ничего больше не сделаешь. Седьмому троллейбусному парку я говорю огромное спасибо за такую поддержку. А доколе? Не знаю, доколе. Я чё? Я ничего. А Яну Ярославскому я скажу, что сейчас правильного ответа на его вопрос вообще, наверное, не существует. Продление Солнцевской линии на восток совместно с Большой Кольцевой линией давным-давно анонсировали, как участок от Рассказовки до Некрасовки, чтобы просто красивую информацию подать в прессу и открыть самый большой маршрут, который на полном своем маршруте нужен будет, наверное, только транспортным фанатам. А сейчас такая ситуация, что северо-восток Большой Кольцевой линии откроется позже, чем северо-запад, и не факт, что так будет, но центральный участок в ближайшие годы точно никто не начнет строить. На пересадке с Лихоборна Нати видно, что конструкция, которая соединяет один переход с другим, уже по большей части готова, так чуть-чуть облицовки осталось. Здесь пока еще ничего не открыто, я не знаю, получится тут заглянуть или нет. Да тут и заглядывать толком некуда, пока еще ничего не видно. На выходе и там, где сейчас переход, видно, что та часть перехода на платформу Нати, которая проходит над трассой северо-восточной хороды, она уже практически готова, по крайней мере, внешне. А дальше строительство ведется, и действительно работы идут очень активно. И здесь, вы видите, еще кран что-то разгружает. Так что здесь в целом-то все хорошо. Я даже могу предположить, что при самом успешном развитии событий, эта пересадка действительно откроется в этом году. Сейчас вы видите, как проезжает поезд дальнего следования, и за ним прячется ласточка комфорт со всеми остановками. Следующая в сторону Крюково, Подсолнечное, Клина, и туда дальше, в сторону Твери. Для того, чтобы пассажиру со станции Лихоброви перейти туда, нужно приехать на станцию Лихоброви, подняться по эскалатору, пройти по большому переходу, спуститься по лестнице, и сейчас пройти дальше вот по этой дорожке, вот туда, вдалеке, если вы видите указатель, где-то там подземного перехода, не ближайший, а еще дальше, там пройти по подземному пешеходному переходу под всей этой трассой, выйти вон там, где ходят люди за заборчиком, подняться вот на тот мост пешеходный через пути, и только после этого спуститься и пройти дальше. То есть для такого человека, как я, в этом месте нужно закладывать примерно минут 7-8. Для человека, у которого нету таких физических возможностей, или кто просто не молодой, минут 10. Это, мягко говоря, некомфортно. Поэтому то, что сейчас вот этот надземный пешеходный переход строит, это действительно вещь очень нужная. Но там есть еще одна проблема, которая вряд ли будет решена в ближайшее время. Проблема в том, что пассажир, который будет приходить сюда по этому комфортному переходу, спускаться по эскалатору, он будет попадать вот на эту маленькую часть платформы, у которой есть навес. А дальше на всей платформе навеса нет. И получится, что у нас будет посадка и высадка фактически только из двух последних вагонов. Кстати, здесь рядом вот эти зелено-серые постройки. Это депо Лихоборо-Люблинска, Дмитровская линия, Московского метро. А если вы хотите, чтобы я рассказал, что должно было быть вот здесь, вместо этих деревьев и вместо этих гаражей, пишите в комментариях. Я думаю, это будет для вас интересно. Ну а я сейчас напоследок говорю огромное спасибо Михаилу из Милана, который так расчувствовался после видео о закрытии Каховской линии, что задонатил аж тысячу рублей. Это действительно очень большая поддержка и огромное спасибо. И Венедикту я тоже говорю спасибо за поддержку. И молодец, что отфотографировал все на Киевском вокзале. И всем остальным, кто тоже хочет что-то пофотографировать на Киевском вокзале, я скажу так, идите и снимайте сейчас. Скоро будут очень заметные изменения. По поводу техники, на которую я снимаю, фотоаппарат. Это Sony Alpha 77 II, но на самом деле я на него уже не снимаю довольно давно, потому что я очень хотел заменить его на что-то беззеркальное, но в итоге ушел в видео. Конкретно это видео я сейчас снимаю на EG4K, а основная видеокамера для съемки DJI Osmo Pocket. А по поводу места жительства поездов Иволга, я советую не беспокоиться. Иволги современные поезда, им не нужно каждый день обязательно заезжать в депо на осмотр, обследование и все остальное, что нужно было делать со старыми рижскими электричками производства Таржокского или Демиховского завода. Я постоянно путаю, где там правильно ставится удаление. Так что на каждой конечной московских центральных диаметрах строится небольшой парк отстроя. Плюс с одной стороны есть депо Лобня, с другой стороны есть депо на Харбино, с третьей стороны действительно некоторые поезда вполне возможно будут числиться в депо Перьерова и обслуживаться там при необходимости. Я не знаю, будут они там или нет, но скорее всего действительно будут. И я сомневаюсь, что с поездами Иволга будут какие-то огромные проблемы. А московские центральные диаметры действительно будут запущены в этом году. Вот такой вот небольшой влог с ответами на ваши вопросы и с замечаниями по тому, что я вижу на пути своего следования у меня сегодня получился. На этом на сегодня все. Спасибо тем, кто поддерживает мой канал. Ссылки в описании. До новых встреч. Пока. А я пошел на электричку. Продолжение следует...